Этот Шарли Бавари заметно отличается от того, что был предложен нам полгода назад в Театре нации. Там он ровно как в книге. Добросовестный врач, без прихоти, носится на лошади по вызовам и буквально сливается с бедным пейзажем рощиц на серой равнине, так у Флабера. Эмма тянется к возвышенному, он этого не замечает. Она ему изменяет, он и этого не замечает. Вот часть его портрета, который рисует Флабер. Речи Шарля были плоские, как уличный тротуар. И общие места проходили по ним в своем будничном наряде, не возбуждая ни волнения, ни веселости. В постановке Антона Федорова, как вы уже заметили, веселости предостаточно. Речи своеобразные. Вообще, его спектакль это в сущности карикатура. Почти клоунада. Есть и приклеенный нос, и выбеленное лицо, неуклюжая походка, руки рубят в воздух. Шарж. Галерея шаржей. Вполне дружеских шаржей. Мы ведь, признаться, всегда хотя бы немного симпатизируем тому, что имеет отношение к Франции. Антон Федоров тогда же абсолютно в этом уверен. Если не я, то кто-нибудь из моих коллег обязательно скажет про ваш спектакль. Это клинический случай. И это не прозвучит оскорбительно. Это прозвучит одобрительно. Я понял. Шарль – врач. И вы построили спектакль на эстетике церебрального паралича и заикания. Или, как это у медиков, речевая бессвязность. Но, может быть, ваш выбор был продиктован чем-то другим? Угаданно верно. Ровно об этом мы и говорили на репетициях. Все больные? Ну, даже не больные. Ну, в каком-то смысле, да. То есть мы искали форму, да. А у формы все-таки основание какое-то должно быть. И даже если это клоунская форма. Клоунская форма – это всегда чуть больше, чем человек. То есть мы берем некое качество человеческое и превращаем его в какую-то такую раздутую форму. И нам показалось, что очень верно именно в этом спектакле выразить патологичность и потерянность, и запуганность людей. Вот именно в смысле формы. Поэтому возникла такая прерывистость, заикание. Ну, то есть, да, некая патологичность. Возникла, вы говорите. Не само собой она возникла. Это вы заставили их так говорить. Ну, естественно. Естественно. Смотрите, Антон. Эмма оттолкнула от себя дочку, а упала, ушиблась, разревелась. И я подумал, смотрите, точно как в романе. Эпизод за эпизодом, сцена за сценой. Все как в книге. Никто не посмеет сказать ничего общего с первоисточником. Много общего. Но что общего по вашему разумению и вашему замыслу? Наверное, отношение к персонажам. Сложная задача была. Не знаю, насколько мне удалось это как-то реализовать. Но мне кажется, в романе именно ты все-таки сочувствуешь персонажам. Вот в самом финале. Есть такая боль. Боль, да. Но ненавидишь их всю книгу. То есть это вообще, в принципе, роман про не очень хороших людей. Потом ты начинаешь думать, точно ли они хороших? Или, может быть, просто людей? Ну, то есть просто людей. Может быть, люди как-то в сердцевине своей не очень хороши. И вот попытаться посочувствовать человеку не за его какие-то качества драматические или лирические, то есть узнаваемые. А посочувствовать ему как просто человеку, не ориентируясь на его качества моральные, а видя, что это неприятный человек. Вот как посочувствовать просто неприятному человеку, который совершает ошибку за ошибкой. Это, мне кажется, роднит нас с первоисточником. Мне кажется, Флабер именно об этом. Ну и, собственно, роман навел шороху именно по этому причине. Да, это известно. На сцене французы. На мой взгляд, вы создали превосходную театральную дразнилку. Вы передразнили Флабера, вы передразнили Францию и все, что можно французского. Французскую литературу, французский кинематограф заодно, Жанна Ренуара в частности. Это же его экранизация мелькает, 30 какого-то года. Да, 30, я помню тоже какого года. Вы считаете, что они заслуживают этого, вышучивания, насмешки? Нет, это скорее вышучивание над нами. Это, ну, мы, во всяком случае, говорили не о том, что мы, ну, причиной, ну, как бы не было цели высмеять французов, а была цель другая. Не дай бог. Да, не дай бог, была цель другая, просто посмеяться над нами, потому что мы вот репетируя, все вдруг поняли, что мы все знаем эту тему, что, ну, в советское время мы засматривались французским кином. И вообще французская, вот эта вот парижская жизнь, она нас как-то советского человека манила, потом российского человека манила. Не то слово. И вот эта связь, да, что мы играем немножко, да, да, мы живем здесь, да, если вы помните, в финале там возникает вдруг панелька, да, и мы понимаем, где мы находимся. Но игра, игра в этого, вот это мечтание об этой жизни, да, оно у нас в крови как будто бы, да, Жан Габен, Бильмардо. Решили, вы решили подыграть. Да, да, да. Шарль, когда бреется, дважды или даже трижды, он напевает песенку Эдит Пиаф, Non Red on Yon. Да. Non rien de rien, ничего из ничего, ни о чем не жалею, ни добра, ни зла, которые мне сделали. Да. Тут можно сказать, ну, что поет, то поет, какая разница, что мы говорим, лишь бы по-французски. А можно сказать, а, Шарль ни о чем не жалеет, ни о добре, ни зле. Они у вас все все время припевают что-то конкретное. Да. Все-таки это что-то значит или нет? Ну, я всегда говорю так, если это будет что-то значит, хорошо, да, ну, то есть, это просто какие-то паттерны, какие-то акценты, которые узнаются, да, то есть, мы преследовали цели, чтобы это было, ну, так раз и попадало чуть-чуть. А если уже у кого-то мысль, как вот, допустим, у вас, да, пошла дальше, ну, замечательно, хорошо. Человек, который знает текст, ему достаточно того, что ваши персонажи бормочут под нос или в нос по-французски. А если человек не знает детали этого романа, не знает первоисточника, неужели вы думаете, что они тоже все поймут? Я думаю, что да, потому что, ну, допустим, взять сцену с матерью, да, когда он привозит ее к себе домой, Шарль, Эмму, эта встреча с мамой, она узнается, мне кажется, всеми. Да, 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 и эти взаимоотношения мамы и, значит, такого, под ней, такого сына, они очень-очень узнаются. Мне кажется, это, мы как-то это расчистили, сделали яснее, и это вот за счет этого есть еще какая-то параллельная штука, параллельный сюжет у Флабера, есть сюжет еще нашей жизни, да, как мы, как мы существуем. И мне кажется, за этим тоже зрителям, незнающим, можно следить. Он не уйдет пустым? Нет, нет, ну, нет, я надеюсь. Обожаю Францу Шарль, когда он уходит на работу. Я на работу. У меня сегодня тяжелый случай. Да. Вы описали прекрасно очень тяжелый случай. Спасибо. Спасибо большое.